Прощальное интервью американцев, актеры и авторы сериала рассказали о его финале. Наэл Мурей, Роллингстоне, США, 3 июня 2018 года. Предупреждение, приведенный ниже секретный документ содержит спойлеры финала телесериала «Американцы». Спустя 6 сезонов и 75 эпизодов мы, наконец, посмотрели последнюю главу лучшего шпионского триллера в истории телевидения, финал, который был отмечен не последней вспышкой насилия, а скорее настроением сдержанности и меланхолии. События первых эпизодов сериала «Американцы», снятого студией FX и вышедшего на экраны в 2013 году, относятся к началу эпохи Ригана. Главными героями стали два агента КГБ, работавших под прикрытием и притворявшихся супругами Филиппом и Элизабет Дженнингс, живущими в округе Колумбия. Действие сериала заканчивается эпохой подъема Горбачевой наступления оттепелей в Холодной войне, которую антигерои сериала вели в течение нескольких десятилетий. В промежутке между этими двумя точками сценариста Джо Вайсберг, Елизаберг, и Джайл Филдс, Яэль Фильдс, погружают поклонников сериала в культуру 80-х с ее апокалиптической тревогой, жуткими прическами и огромным множеством песен Питера Габриэла, Питер Габриэль. Финал сериала, получивший довольно ироничное название «Старт», на самом деле речь идет о договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписание которого позволило смягчить напряженность в отношениях между США и СССР. Не лишь он моментов, которые держат зрителей в напряжении. Филипп и Елизабет вместе со своей дочерью подростком Пейдж, которая готовится стать настоящим шпионом, обо всем рассказывают своему соседу Стэну Биману, агенту ФБР и близкому другу семьи. Убедив возмущенного по вполне понятным причинам Стэна позволить им бежать в Советский Союз и оставив своего сына Генри в США, Дженнингсы получают неожиданный удар, в последнюю минуту Пейдж тоже решает остаться в Америке. Финал заканчивается сценой, в которой Дженнингсы смотрят на Москву, все еще живые и все еще вместе, однако они понимают, что теперь они навсегда разлучены с теми, кого они любят больше всего на свете. За неделю до показа финального эпизода исполнители главных ролей в Американцах Кири Рассел, Кири Русел и Матю Рис, в жизни они тоже супружеская пара, и у них есть сын, дали интервью изданию Роллингстоне, в котором они рассказали о завершении своего путешествия, продлившегося шесть лет. Рис, который родился в Уэльсе, рассказал о том, как трудно играть человека, переживающего конфликт лояльности. А Рассел призналась, что возможность сыграть роль сложной и активной женщины – это редкий дар. Вайсберг и Филдс тоже приняли участие в нашей беседе, дав интервью по телефону, и рассказали о том, какой выбор им пришлось сделать в финале сериала. Ниже приведена отредактированная версия всех этих бесед. Роллингстоне, когда вы договорились об именно таком финале, что Филипп и Элизабет уедут в Советский Союз, а Пейдж и Генри останутся дома? Джо Вайсберг, в целом, мысль о том, что Филипп и Элизабет должны в конечном итоге вернуться в Советский Союз, пришла к нам, я полагаю, в конце первого или в начале второго сезона. Нам она понравилась, но тогда мы еще не знали, получится ли воплотить ее. Мы знали, что нам еще нужно рассказать множество историй, и, если бы вы спросили нас, какова вероятность того, что эти истории могут изменить финал, мы бы сказали, что она очень высока. Мы никогда специально не вели сюжет именно к такой концовке, и мы рассматривали другие варианты. Были такие варианты, при которых с Дженнингсами оставался один из двоих детей. Но самой сильной нам показалась концовка, в которой вообще не было детей. Кири и Мэтью, снимаясь в сериале, вы, наверное, размышляли о том, к чему должны прийти ваши персонажи. Удивил ли вас финал, или же вы предполагали, что он окажется именно таким? Рис, были элементы, которые мне удалось предугадать, но было много всего такого, о чем я никогда не догадался бы. Множество красивых и драматичных поворотов событий. Что вам было известно до того, как вы получили сценарий финала? Рис, ничего. Мы ничего не знали. Финал нас шокировал. Джо и Джаэл, были ли такие моменты, когда вы думали о том, что кому-то из главных героев, возможно, нужно погибнуть? Джаэл Филдс, как ни странно, нет. В конечном счете, мы искали такой финал, который был бы катастрофическим в эмоциональном плане, поэтому гибель главных героев никогда не рассматривалась. Во многих отношениях такой финал гораздо страшнее смерти. Мы искали такой финал, который был бы максимально эмоциональным и максимально правдоподобным. Рассел, он оказался гораздо более болезненным. Их дети живы, но они далеко, и главные герои не могут вернуться к ним. Смерть семьи и есть смерть. Это очень печально. Из всех сцен в финале сериала «Сцена в поезде», когда Пейдж решает не ехать в Россию, должна была стать самой трудной для актеров. Рассел, да, эта сена действительно оказалась довольно трудной. Мы снимали ее в настоящем движущемся поезде, и в ней было задействовано много актеров массовки. Нужно было все снять в кратчайшие сроки, правильно расставить всех по местам, сделать так, чтобы поезд двигался с нужной скоростью. Если честно, то нам действительно пришлось выйти из зоны комфорта. К счастью, эта сцена оказалась такой душераздирающей, что все говорило само за себя. Перед завершением сериала необходимо было пройти через серию конфронтаций и столкновений. К примеру, Стэн должен был узнать правду. Принесло ли вам удовлетворение то, что вы, наконец, подошли к тому ключевому моменту, к которому вы двигались начиная с первых эпизодов сериала? Филдс, удовлетворение? Да, конечно. Это было чрезвычайно трудно, написать эту сцену и вставить ее в нужное место, чтобы ее уже можно было снимать. Но было очень приятно добраться до этого момента, потому что мы шли к нему так долго, на протяжении всех шести сезонов. Риз, если вам крупно повезло и вам удалось снять целых шесть сезонов сериала, это значит, что вы проделали невероятную подготовительную работу. Поэтому в финальном сезоне вы получаете масштабные и сильные сцены. Как актер вы должны приложить все свои силы к работе над ними. Вайсберг. Старался говорить с ним непринужденно, эй, приятель, рад тебя видеть. Та последняя сцена между ними оказалась чрезвычайно напряженной. Однако довольно забавно, что поначалу Филипп пытался сохранить этот непринужденный тон. Филдс, разве это было не идеально? Разве он сам не верил, что у него все получится? Эта сцена относилась к тем сценам, для которых характерен высокий уровень сложности. Ее было трудно написать, ее было нелегко сыграть, ее было нелегко вставить в общую канву. Но, если вы хотите на выходе получить нечто потрясающее, приходится идти по туго натянутому канату. И эти ребята справились с заданием. Во время съемок американцев нередко возникали трудности в связи с тем, что у нас не было реального понимания времени и места событий, чтобы мы могли правдоподобно играть свои роли. Если бы Стэн и Филипп были большими друзьями в реальном мире, было бы больше беспечности. Если бы этот сериал рассказывал исключительно о шпионе КГБ, живущем по соседству с агентом ФБР, вы бы гораздо чаще видели Филиппа в нормальной, обычной обстановке. Вместо этого мне постоянно приходилось показывать, что все механизмы работают. Мне приходилось как бы намекать аудитории, о чем Филипп, должно быть, думает в тот или иной момент, чтобы показать, что ему не слишком комфортно. Что его вина каким-то образом влияет на то, как он себя ведет. И таких моментов очень много, поэтому вам как актеру приходится все время предугадывать, особенно если у вас на это есть всего один день. Персонажи говорят одно, выражая при том совершенно другое. Именно аудитории необходимо читать между строк. Рассел, да, мне очень нравилась эта сторона сериала. Мне кажется, в последних сезонах Джо и Джоэл делали больше акцент именно на спокойных сценах. Мне нравилось, когда актеры не говорили ничего особенно важного, но вы отлично понимали, что именно происходит. Как женщина я часто должна была быть женой, поддерживающей своего мужа, у которого чрезвычайно интересная эмоциональная жизнь. Но мне нужно было играть реальную женщину, которая сохранила свой характер на протяжении долгой операции, вместо того чтобы стать со временем мягче или подстроиться под остальных. Иногда ваши костюмы и парики играли важную роль. У вас были какие-то наиболее или наименее любимые образы. Рис, все, что касалось растительности на лице, выводило меня из себя. Вы не можете нормально есть. Вы ограничены в том, как вы говорите и играете. Вам каждые пять секунд ощупывают губу, чтобы убедиться, что усы не отклеились. С учетом всего этого моим любимым образом стал парень с усами и длинными волосами в пилотной серии. Мне нравилось думать, что он был испанцем. Рассел, он называл его Фернандо. И когда камеры выключались, он говорил голосом Баззелайтера. Помните ту сцену в истории игрушек, когда Базз перешел на испанский? Рис, твоим лучшим образом был тот, когда ты выглядела как Джон Денвер, и он Денвер рассел. Ладно, я скажу, что моим любимым был образ Джона Денвера, потому что это было уморительно. Меньше всего мне нравились образы, где у меня было много косметики, когда ее постоянно приходилось наносить. В этом году мне очень нравилась игра от Стев, соцработника с жуткими рыжими волосами и в ужасной одежде. Я вполне могла бы надеть этот костюм в несъемочной площадке и быть попросту невидимой. Я бы надевала ее, идя в продуктовый магазин. Когда вы беседовали с вашими поклонниками, у вас было ощущение, что они болеют за Филиппа и Елизабет. Рассел, мне кажется, они поддерживали то, что лично я поддерживаю в любой истории, то есть отношения. Хотя они совершают невероятные вещи, вы все равно хотите, чтобы у них все получилось. РИС. Наши рейтинги популярности не были заоблачными, и следить за событиями в сериале могло быть достаточно трудно. Поэтому те поклонники, которым это удавалось, возможно, чувствовали себя членами какого-то клуба избранных. Джо и Джаэл, учитывая недавнее событие на геополитической арене, не хотелось ли вам в последнем сезоне заложить основу для продолжения вашей истории в современной обстановке конфликтов между США и Россией? Филдс. На самом деле не хотелось. У нас вообще не возникало мыслей в том направлении. Я думаю, отчасти потому, что, когда этот сериал начинался, этих тенденций еще не было. Поэтому наш сериал изначально не задумывался таким образом, чтобы как-то соотноситься с настоящим. Мы делали акцент на характерах и сюжете. От государства впечатление, что вы с некоторой иронией обыгрываете то, что те цели, за которые Филипп и Элизабет сражались, скоро кажутся неактуальными. Та холодная война, какой они ее знали, должна была скоро закончиться. Филдс. Однако так же, как мы не можем забыть историю, эти персонажи не могли знать, как будут развиваться события дальше. Тогда никто и подумать не мог, что через несколько лет Берлинская Стена рухнет. Поэтому в последних сценах мы воспринимаем их как людей, которые оказываются по другую сторону железного занавеса, которые все еще кажутся непроницаемым. Обсуждали ли вы, что ваши персонажи могли бы делать после окончания сериала? В Айсберг, мы обсуждали только то, что они будут делать непосредственно до конца сериала, потому что нам нужно было завершить нашу историю. Мы постоянно задавали себе те вопросы, которые были для нас важны. Что сделает этот персонаж, а что сделает тот, что они будут чувствовать? Именно этим мы всегда руководствовались. Как только мы добрались до конца, мы перестали думать об этом. То есть вы не думали о том, где могла бы оказаться Пейдж в 1994 году или сейчас? В Айсберг, нет, потому что нам важнее всего было знать, где мы ее оставили. Рис, Пейдж сменил именно Старм и Даниэлс. Смеется, что касается Филиппа и Элизабет, я думаю, их ждало мрачное будущее. Они стали друг для друга единственными людьми, которые понимали, через что пришлось пройти другому. Рассел, но я должна сказать, единственное, что смягчает этот душераздирающий финал, это осознание того, что коммунизм не смог одержать победу, что берлинская стена рухнула, что в политическом смысле все это развалилось. То есть у нас остается слабая надежда на то, что через пару лет они смогут найти своих детей и постепенно вернуться к нормальной жизни. Но я не знаю. Филипп и Элизабет, это единственные два человека, которые знают, через что пришлось пройти другому. И поэтому хочется надеяться, что они смогут найти некоторое успокоение в том, что они есть друг у друга. Вы уже попрощались с этими персонажами. Рассел, честно говоря, съемки завершились в марте, а потом было еще два тяжелых месяца постоянных интервью. Поэтому я бы сказала, что еще нет. Может быть, к осени, когда мы немного привыкнем к новому состоянию, я скажу, а во, да у нас, оказывается, нет работы, детка. Элизабет смеется, и тогда эти персонажи останутся в прошлом. Рис, я не люблю выходить из роли, пока не появится ДВД. Но вы сейчас говорите уже не с американским акцентом. Рис, внутри все еще с ним. Рис, внутри все еще с ним.